здравствуйте товарищи именно так я вас приветствую и это не случайно сейчас поймете почему zx spectrum обладал хоть и скромный но все-таки какой-никакой графикой да еще и в цвете ведь были и другие компьютеры сегодня хотелось бы вспомнить об одном таком пока который у меня был еще до спектра представьте конец восьмидесятых начало девяностых зима я с нетерпением просыпаюсь и бегу в комнату к родителям ведь сегодня у меня день рождения не помню точно исполнилось мне тогда шесть или семь лет я выбегаю в комнату там на столе коробочка неведомая папа говорит это сынок компьютер и компьютером этим был радио рк-86 это советский радиолюбительский компьютер который изначально даже не выпускался промышленным способом собрать его можно было самостоятельно пив необходимые радиодетали на рынке первые схемы были напечатаны в журнале радио в 1986 году в нем использовался процессор кр-580 вм 80 а это советский клон а и 88 а давайте же посмотрим и вспомним какие на нем были игры и как они были вот игра бармен где вы в роли бармена пытаетесь напоить пивом всех постояльцев да в этом компьютере использовалась псевдографика состоящие из 16 псевдографических символ так что до спектрумовской графики ему было очень далеко но все же этот компьютер и игры на нем навсегда запомнились и стали приятным воспоминанием различные интерпретации привычной нам змейки которые назывались по-разному червяк змей капитон до клад это аналог всем известной игры лодырана хотя и сам лода раннер на рк тоже имеется цирк от забавная реализация игр типа арканоид впрочем игр типа арканоида был на рк 86 довольно таки много джамп или игра этажи на других платформах играть известным под именем фрогер различные вариации galaxy она например вот игра марсиане где надо уничтожать пришельцев защищая свое население не обошел стороной компьютеры тетрис правда название такое более советское стакан но тем не менее с названием тетрис игра тоже была пакман думаю игра в представлении не нуждается вулкан мы с помощью вертолета пытаемся спасти людей с горящего вулкана тут сразу вспомнился игра циклон на спектрами xonix не знаю как описать кратко эту игру ранее она была довольно таки популярный на разных платформах в общем цель закрасить как можно больше пустого поля не попавшись под шарой шахматы были довольно таки неплохо здесь они выглядят псевдографики были и другие интересные игры скачки теннис крестики нолики и тому подобное все конечно мы смотреть не будем ну вот еще 4 игры хотелось бы показать стоп кран очень круто реализованная игрушка думаю всем она напомнила знаменитую игру стоп за экспресс цель добраться до начала поезда и остановить им да на рк были всякие слаломы гонки ралли но как правило реализация этих игр была уж слишком примитивная но игра трассы это просто шедевр вы сами взгляните просто автосимулятор на ними на минималках тут и салон и поворот руля и скорость и заканчивается бензин ну очень круто реализовано ну конечно же bolder dash свое время для меня это было очень крутой игра графика на высоте сложность идея очень любили с отцом нее играть дальше просто открытие для меня уже в текущем времени я раньше не знал ну потому что ее и не было раньше на рк езди изи это так называемая версия семь с половиной вот уж чего не ожидал здесь увидеть так это и и впоследствии рк 86 начали модернизировать клонировать и выпускать уже план промышленно тот же рк совместимый компьютер микрош видел на стриме в ю тубе пару неплохих игр на нем например десант на марс это прям целый шутер такой полноценный хорошо выглядит ну и игрушка тирекс это ремейк игры пасхалки из браузера chrome который автоматически запускалась когда отсутствует интернет а еще совсем недавно я узнал о том что рк 86 может быть цветным понятно что это уже доработки но это все равно очень удивило и порадовало что такая возможно была взгляните как это выглядело на примере парочки упомянутых выше игрушек вот такой вот у нас было суровое детство и суровые компьютеры а вы знали про такой компьютер и даже дымки на них умудрялись писать в том числе и цветные пока пока